У меня была возможность даже уехать в отпуск. Один год, в 2018 году, я ездила домой на Украину, проведать родную. И ребята справились без меня. Бычка был очень доволен, мои большие молодцы. Тот репертуар, конечно, который они очень хорошо знают. Они не брали ничего нового из того, что мы разучиваем. Мы постоянно продолжаем так развиваться. У нас уже есть очень много книг и учебников нашего хора. Недавно вышел сборник нашей детской литургии, которую мы поем. Начинали мы петь по рукописям. Просто рукописные нотки, которые мы собирали в папке. И каждый ребенок, значит, папки носил с собой. Теперь у нас, благодаря президентскому гранту, напечатаны сборники. Они пока только в хормейстерском варианте, только для дирижера хора. Но я думаю, со временем мы сможем напечатать и для детей. Чтобы у них все это было в одной книжечке. Я продолжаю выучить преподавателем самарской духовной семинарии. Мы преподаем и обиход, и постановку голоса. Сейчас методика работы с детским хором. Как это все начать с нуля. И какие-то могут быть подводные камни. И что нужно учесть. И как вообще собрать детей, которые ничего не знают. Не имеют музыкального образования. Не играют ни на инструментах. Ни на чем. Как из художников сделать и построить хор. Как научить их этому пению. Как влюбить их в церковь. Чтобы они просто сами прибегали. И за ними бежали неоцерковленные родители. Бабушки и дедушки. Хотя бы из любопытства. Что же поднимает твоего ребенка в воскресный день? Что он сам встает без будильника и бежит. Так говорит. В учебный день его не поднять. Просто не поднять. Спит. Может проспать, если не разбудить вовремя. В воскресный никогда. Ну, слава тебе, Господи. Пока у нас так. Пока детям интересно. Они понимают, что их жизнь наполнена. И в том числе и конкурсами. Они знают, что подготовка к конкурсу. Это работа. Это труд. И есть отбор. Что не просто так. И наиболее интонирующих. Наиболее поющих. Тех, кто желательно наизусть практически выучил. Тех отбирают на какие-то серьезные службы. Особенно концертные. Которые у нас проходят в театре оперы и балета. Два раза в год. На Рождество и на Пасху. А Владыка следит очень внимательно. А сейчас и Святейший Патриарх Кирилл следит внимательно за нашим хором. Потому что аналогов его практически нет. В России церковный, богослужебный детский хор. Который знает и все песнопения. И умеет это исполнять. И делает это очень красиво. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...